Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Царицына онлайн. Меня зовут Инесса Рапунова. Я заведую концертной моделой Царицына. Я думаю, те, кто бывает у нас на концертах, со мной знакомы, потому что многие из них я веду, представляю музыкантов, а иногда и кое о чем рассказываю. И я сейчас вижу ваши лица, вижу тех постоянных посетителей, которые у нас бывают, и надеюсь на то, что к ним присоединятся и новые. Сегодня непростое время, и кое-чего мы решены. У вас нет возможности прийти к нам на концерт, но появилась замечательно новая возможность. Во-первых, мы можем посмотреть видеозаписи прошлых концертов. Они у нас в достаточном количестве, и мы можем с вами получить удовольствие от этих записей. А кроме того, мы можем познакомиться с нашими музыкантами. Среди музыкантов есть те, которые бывали у нас довольно редко, а есть те, которые наши любимые и постоянные исполнители. И вот сегодня у нас в гостях, это наш первый гость, габаист Алексей Балашов, выпускник Московской государственной консерватории, ученик профессора Уткина, лауреатурно-народных конкурсов во многих странах. И я знаю, что у Алексея в прошлом был опыт работы в оркестре. Да. И вот интересно, все же вы выбрали сольный карьеру. Почему это произошло? Что для вас сольный такой? Вы знаете, когда я был студентом, я мечтал работать в оркестре, и также хотел периодически выступать как солист. Для меня был пример моего профессора, который совмещал работу в камерном оркестре «Виртуоза Москвы» у Спиваковой и давал очень много сольных концертов. Я устроился в несколько очень хороших оркестров. Я работал и в оркестре БСУ под управлением Владимира Ивановича Федосиева, и работал три года в оркестре Московской филармонии у Юрия Ивановича Симонова. Но проработав какое-то время в оркестре, я понял, что все-таки это не мое, что моя душа больше тянется к сольному исполнительству. И я старался со временем выйти именно на эту стезю и стать сольным папаистом. И могу сказать просто, что таких примеров сольных духовиков, кто занимается исключительно сольной деятельностью, очень немного и в мире, и у нас в России. И, конечно, было волнение, получится, не получится. Но сейчас я даю около 60 сольных концертов в год, выступая и в России, и за рубежом. И можно сказать, что вот здесь, в Царицыно, это для меня какая-то тоже отдельная, очень приятная, прекрасная площадка, где всегда собираются слушатели, которые заинтересованы услышать именно классическую, красивую музыку в моем исполнении, в исполнении тех ансамблей, с кем я выступаю. И для меня здесь всегда вот как-то очень душевная такая вот атмосфера, всегда притягательная. Ну да, Алексей выступает у нас и в сопровождении органа в органном зале, и в сопровождении рояля в камерном зале, и кроме того, с капеллой «Золотой век», барочные капеллы. И вот сегодня у нас будет возможность как раз посмотреть фрагменты из этого концерта. Но прежде чем мы услышим Алексея в сопровождении других инструментов, давайте просто услышим сам этот сольный габой. Можно что-нибудь? Да, конечно, я просто хотел бы немножечко еще рассказать о габое. Габой — это такой вот инструмент, который наиболее близок к человеческому голосу. Он появился в 17 веке, в 30-е годы 17 века, и был изобретен во Франции. И в то время, когда он появился, возникла потребность в качестве нового инструмента. Дело в том, что шалмей, предок габоя, использовался в основном в игре на площадях. И шалмей обладал довольно резким таким носавым звуком. И когда стали появляться первые оперы, то как раз и возникла вот эта потребность, надобность в новом каком-то инструменте, который бы очень хорошо сливался со струнным составом оркестра, но также мог бы выступать в дуэтах с певцами. И вот эта вот камерность, имитация человеческого голоса — это как раз, собственно, можно сказать, природа габоя. Я сегодня сыграю кусочек из знаменитого адажа Марчелла, которое было написано в начале 18 века. Можно сказать, это самое знаменитое произведение для габоя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И пока у нас звучит этот прекрасный темп, я предлагаю прослушать фрагменты из того концерта, который состоялся у нас 2 июня в Баженовском зале. Алексей как раз в сопровождении барочных, который «Золотой век» исполнил там сочинение «Пухи барокко». И у нас есть такая возможность послушать некоторые из них. До скорой встречи! Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Пухи барокко» Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Пухи барокко» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Пухи барокко» 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 АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok